как результаты работы мозга, то существует огромная проблема в настоящее время. Она связана не с тем, что кто-то умнее, кто-то глупее. Нет, она связана с тем, что современные технологические приемы, они, собственно говоря, избавляют человечество от избытка рабочих рук. То есть, столько людей, сколько раньше человечеству, к сожалению, не нужно. Дело в том, что труд рабов был действительно очень непроизводительным, и современные технологии освобождают людей. Но это не значит, что людям станет жить лучше. Совсем наоборот. Эти люди просто не нужны. Сейчас многие страны, то, что называют западными или цивилизованными странами, стараются создавать очень сложные современные заводы, автоматизированные. Ну, чтобы, например, не привлекать тысячу человек где-нибудь в Малайзии для склеивания кроссовок. Это же можно автоматизировать. Это механика. Сенсор мне не очень сложный, на самом деле. Но ее нужно наладить, сделать так, чтобы она работала хорошо, и кроссовки будут стоить в три раза дешевле, потому что тысячу человек не надо содержать. Три человека будут обслуживать завод и получать за это очень большую зарплату. А куда деть ту тысячу, которая кормилась от занятия в виде намазывания кисточек подошвы у кроссовок? Куда-то их девать надо. То же самое с более сложными большими современными заводами. И в этом отношении Россия представляет колоссальный интерес для работодателей. Здесь много разнообразных владельцев очень сложного мозга, с архаичными конструкциями, которые позволяют решать нестандартные задачи. Именно поэтому у нас программирование, интеграция различных систем в единую общую. Ну, классический пример – это коллайдер, который сделали, но сделали из разных блоков, которые между собой не коммутировались. И наши отечественные программисты, причем некоторых я из них и знаю, таких как сотрудников Институт кристаллографии, я имею в виду Бузмакова, Алексея, которые феноменально владеют предметом, и которые, собственно, туда ездили и создавали эту систему коммуникации. И это продолжается во всем мире. То есть спрос на творческие русские мозги, он продолжается, есть и дальше будет только больше. Потому что сверхсложные системы нужно создавать не узкоспециализированным европейским мозгом, который прошел жернова отбора и упростился до безобразия. Хотя и там возникают талантливые люди иногда. А там, где таких мозгов больше, они дешевле стоят. Ну, конечно, в России. Поэтому у нас, в том числе и в Санкт-Петербурге, и в Москве, многие фирмы, небольшие фирмочки или крупные объединения занимаются тем, что создают интеграционные заводские структуры, которые, собственно говоря, в будущем будут выглядеть как западные передовые заводы-автоматы. Торжество будет западной науке очередное. Ну, за чужой счет, как обычно. Так вот, последствия этих прекрасных заводов и последствия прекрасной работы наших талантливых программистов, инженеров, они, конечно, приведут к тому, о чем я писал в книжке «Церебральный сортинг». Они приведут к своеобразной катастрофе. То есть появление заводов-автоматов с дешевыми товарами, которые будут очень качественными, потому что следить-то за ними, за их производством будут не наивные крестьяне в Камбодже, а будут следить, например, немецкие, русские, французские или американские инженеры, налаживать очень точно работу этих заводов. Товар будет дешевый, потому что человеческого труда нет, им не надо платить зарплату, за них не надо платить налоги, их не надо обслуживать никаким образом. То есть они будут механические. Освободившиеся-то люди куда денутся? Около 7 миллиардов человек на планете имеют привычку трескать. Многие причем три раза в день. При этом многие пытаются неплохо поспать, еще и развлечься. На это нужны средства, то есть нужен метаболизм поддерживать, то есть энергия. А вот энергия на планете находится в дефиците. Ей никто делиться не хочет. Эту энергию в виде таких бумажек или таких слитков металлов складывают в специальных местах, для того чтобы продлить свое личное прекрасное существование. Поэтому те, кто питался тем, что ему выдавали зарплату и поддерживали жизнь искусственно, он непрерывно и быстренько пойдет в самый низ. Поэтому перспектива очень печальная. Революционные ситуации возникают не из оранжевых революций, на которые тоже нужны метаболиты, и которые нужно финансировать, организовывать. В общем, вообще там надо всячески пахтеть. А они возникнут совсем по другому причине. Есть ли пропорция населения, которая освобождается в результате создания автоматических заводов, прекрасных компьютеров, интегрированных систем контроля с помощью карточек и остальной всей ерунды электронной за людьми. Эти люди освобождаются, они не нужны. Там перспективы. Электронные заводы? Да, полностью автоматически. Потом такие же электронные судьи. Да, конечно, законы машины читать уже умеют. Дальше полицейские автоматические. Ну, в общем, прообраз это видеокамеры с разными фиксаторами. Но фиксаторы будут посложнее, аналитическая система будет посложнее. И вся эта веселая публика, в том числе, которая недавно таскала на своем толстом брюхе револьвер, выйдет на улицу и захочет продолжения банкета. Они же очень неплохо живут сейчас, многие из них. Достаточно посмотреть на, так сказать, внерабочее состояние многих деятелей от управления государством. То есть, существует конфликт потенциальный, и конфликт очень серьезный. Он связан не с тем, что кто-то стал жить чуть-чуть хуже, вот он жил так и стал жить вот так, а радикальные изменения. Это население внецивилизованных странах, население которого нельзя использовать, с ним, в общем, борется. Ну, борется, как вместе с прививками стерилизуя женщин, поставляя лекарства очень полезные, хорошие, затрудняющие в том числе размножение, то есть, репродуктивное развитие популяции. Потому что эти люди не нужны. К сожалению, это тот эволюционный процесс, который я многократно описывал. Он не выглядит, как какое-то зверское разведение голубей, собак, быков или коров. Это не выглядит даже, как генетическое управление развитием. Ничего такого нет. Все намного проще. Постепенно прикладной отбор, серебрального сортинга нет, ну, значит, будем методом перебора. Отбор самых лучших, просто их покупка. За огромные, за любые деньги, это не имеет значения. И одновременное освобождение, и желательно иллюминация тех, кто кроссовки клеил. Это неизбежно. Потому что автоматические заводы, автоматизация, компьютерная система контроля и управления населением, они неизбежно приведут к тому, что значительная часть, особенно неквалифицированного, населения будет не нужна. И это катастрофа, с которой уже начали бороться в так называемых цивилизованных странах. Ну, конечно, самым доступным и самым эффективным, и, самое главное, самым гуманным способом, пытаясь из-под воль проводить системную стерилизацию. Поэтому нужно смотреть, конечно, как за препаратами, ввозимыми в страну, так и за всякой гуманитарной и медицинской помощью. Иначе через некоторое время будет поздно искать разнообразный мозг в стране, где пока его большой избыток. Можно порадоваться за наших квалифицированных инженеров, специалистов, которые участвуют в этом революционном процессе, но перспективы для человечества, к сожалению, не самые радужные.